А в Покачах полицейские объявили розыск 13 злостных неплательщиков алиментов. Уже это крайняя мера. А пока до этого не дошло, судебные приставы стараются вразумить других нерадивых отцов и матерей. Наносят покачевцам личный визит. Подробнее расскажет Милана Поварницына. Вы не работаете? История стара как мир. Мужчина вдовел, потом попал в места не столь отдаленные. С тех пор ребенка воспитывает бабушка. Сам он помочь сыну финансово не может. Работы нет, денег тоже. Есть такие должники, которые недавно отсидели, вышли. Им, конечно, трудно устроиться на работу. Но, по крайней мере, они очень стараются. Встают в центр занятости, как ищущие работу. Ну, предоставляют справку где-то. Какие-то подрабатывают. Как-то пытаются оплачивать алименты. О самыми злостными неплательщиками разговор короткий. Нести ответственность за неуплату алиментов им все равно придется. Это может быть запрет на управление машиной, арест банковских счетов, ограничение на выезд за границу, есть даже риск остаться без квартиры. Правда, до этого доходит редко. По закону нельзя лишить должника единственного жилища. Сначала должник привлекается к административной ответственности по статье 5.35 пункт 1 по кодексу об административных правонарушениях. Если после вынесения штрафа должник также продолжает в течение двух месяцев не оплачивать алименты, тогда уже возбуждается уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на все это, только за два месяца этого года в списке неплательщиков алиментов по качах стало на 100 фамилий больше. Милана Поварницына, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телерадиокомпании «Ракурс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова